Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, вам приходится собирать, обрабатывать и хранить большое количество документов, ссылок и цитат. Рано или поздно вы сталкиваетесь с необходимостью систематизации стремительно растущей коллекции. Для облегчения этой работы существует множество специальных программ – библиографических менеджеров. Среди менеджеров наибольшей популярностью пользуется Zotera. Zotera – это открытая система для работы с библиографией, которая является расширением браузеру Firefox, тем не менее хорошо работает с браузерами Google Chrome и Safari. Основная задача Zotera – организация персональной информационной базы пользователя, а также удобное сохранение в ней любого числа веб-страниц, ссылок и контента других распространенных типов. Заходим на сайт Zotera.org. Для удобства работы переведем страницу на русский язык. Создадим свою учетную запись. Нажимаем иконку «Регистрация». Попадаем на страницу «Создание учетной записи». Регистрируемся. Устанавливаем программу Zotera. Нажимаем иконку «Загрузить сейчас». Выбираем Zotera автономный. Добавляем расширение браузера Chrome. Запускаем Zotera. Открывается окно программы, которая состоит из панелей инструментов и трех вертикальных панелей. Левая панель содержит перечень подборок. Ниже расположена панель с тегами, ключевыми словами. В центральной панели выводится список записей и присоединенных к ним объектам. Правая содержит информацию об источнике и ряд вкладок. Произведем настройку программы. Для этого на панели инструмента нажимаем иконку «Действие». Переходим в раздел «Настройки». Заходим в закладку «Синхронизация». Заносим имя пользователя и пароль. Проверяем, что есть галочка в пункте «Синхронизировать автоматически». Переходим на закладку «Поиск». Нажимаем «Проверить инсталлятор». Далее нажимаем «Установить». Ожидаем окончания процесса установки. Переходим на закладку «Цитирование». Вкладка «Текстовые редакторы» и «Инсталлировать Microsoft Word». Вкладка «Стили» – «Загрузить дополнительные стили». Из каталога стилей «Зотейра стиль» находим Russian Ghost 705-2008 Russia и Russian Ghost 705-2008 Numeric. Сохраняем. Возвращаемся к закладке «Стили». Нажимаем кнопку со знаком «Плюс» и выделяем скачанный файл стиля. Система предлагает установку стиля. Устанавливаем. Для выбора директории хранения файлов «Зотейра» переходим в закладку «Расширенные». Вкладка «Файлы и папки». Отмечаем «Пользовательское» и выбираем место для хранения. Система готова к работе. Создадим новую подборку папку. Нажимаем на значок «Новая подборка». Присваиваем имя. Открываем созданную папку и начинаем наполнять нашу библиотеку. Существует несколько способов, как это можно сделать. Самый простой способ – автоматический захват информации из веб-страниц в один клик. Узнать о возможностях захвата данных можно по появлению справа в адресной строке браузера значка «Зотейра». Продемонстрируем, как работает этот способ на примере сайта «Романовый» и «Пермский край». Заходим по ссылке «Арк Пермкультура.ру» в раздел «Публикации». Открываем публикацию Боровикова «Расстрел Романовый». В правом верхнем углу адресной строки браузера появился значок «Зотейра». Нажимаем. Информация сохраняется в выбранной нами папке. Заходим в «Зотейра». На центральной панели мы видим запись сохраненного документа. На правой панели отражена вся информация об источнике. Кроме автоматического захвата, «Зотейра» может импортировать данные в различных форматах, включая универсальный формат «Рис» и «Биптех». Продемонстрируем. Это на примере единой реферативной базы «Скопус». Заходим на поисковую страницу «Скопус». Задаем поисковый запрос на тему «Биологические технологии». На странице результата поиска отмечаем необходимые нам документы. Щелкаем по значку «Экспорт». Выбираем формат «Рис», а также выходные формы записи. Нажимаем «Экспорт». Идет сохранение файла. Открываем «Зотейра». Выбираем в меню «Файл импортировать». Находим сохраненный файл. И нажимаем «Открыть». Запись «Зотейра» можно добавлять вручную. Нажимаем на зеленую иконку с крестиком «Новый документ». Выбираем вид созданного документа, например, статья из периодики. Для заполнения информации о документе переходим в правую панель. К описанию с помощью контекстного меню присоединяем файл в формате PDF. Необходимые файлы можно перетаскивать на центральную панель «Зотейра», а затем связывать его с нужным описанием с помощью инструментов правой панели. Произведем поиск документов в созданной нами коллекции. На панели инструментов нажимаем на иконку в виде лупы «Расширенный поиск». Выбираем параметры поиска. Производим поиск. Сохраняем результаты поиска. Рассмотрим одну из важных функций «Зотейра» – автоматическое добавление в текст документа ссылок и составление библиографических списков. Открываем документ в текстовом редакторе Word. Заходим в закладку «Надстройки». Нажимаем «Зотейра Седопревс». Выбираем стиль цитирования, например, «Russian Ghost 705-2008 Russia». Нажимаем «Insert Citation» в левом углу поисковой строки. Нажимаем на значок в форме буквы «Z». Выбираем пункт «Классический вид». Находим интересующую нас запись и вставляем. Создаем итоговый список литературы. Для этого заходим в «Надстройки», выбираем «Зотейра Insert Bibliography». Список литературы из всех использованных ссылок создается автоматически. Обращаю ваше внимание на то, что редактировать ссылки из списки литературы вручную можно только тогда, когда проведено оформление всех ссылок и сделан итоговый список источников. Вы ознакомились с основами работы в «Зотейра». Обо всех возможностях и особенностях библиографического менеджера вы можете узнать на официальном сайте Zotera.org в разделе «Документация». Я думаю, «Документация». Продолжение следует...